Информационную картину дня Информационную картину дня Информационную картину дня Это для нашей подростковой молодежи, для развития нашего вида спорта. То есть мы с федерацией работаем для того, чтобы в нашей стране больше детишек занимались нашим видом спорта. За два дня они провели мастер-классы для тренеров и юных дзюдоистов, которые посвятили и самой обычной разминке, и отработке базовой техники, объясняя своим ученикам основы очень просто, ясно, доступно. У них такая очень отчетливая, четкая техника, красивая, яркая борьба. Броски очень такие эффектные. Показали, как они их делают, за счет чего, за счет каких упражнений подводящих. То есть вот это вот самое интересное. Впечатлены увиденным были и юные спортсмены. И даже не столько тем, что показывали чемпионы олимпийских игр на мастер-классе, а тем, что они рассказывали, как надо идти к своей цели и добиваться поставленных задач. Здесь нет ничего невозможного. То есть надо верить в себя, верить в свою работу. Сто процентно отдавать себя именно этому виду спорта, тем, чем ты занимаешься. Не щадить себя. Если у тебя есть цель, мечта, то надо работать и полностью отдавать всего себя этому делу. И тогда будет результат. Это быть очень прикольно. Быть рядом с чемпионами. А что интересного это полезного узнал для себя? То, что надо стремиться к цели своей и идти вперед. Кстати, наши спортсмены олимпийским чемпионам очень понравились. Говорят, у них отличная техника и впереди большое будущее. К другим новостям. Мини-футболисты «Глазовского прогресса» вступили в борьбу за медали чемпионата Российской Суперлиги. В одной четвертой стадии плей-офф они уже провели два поединка против команды «Сибиряк» и оба раза потерпели поражение 1-6 и 1-5. В эти минуты в Ижевске идет третий матч серии. И он может стать решающим. Спортсмены Ижевского «Зенита» также продолжают борьбу за награды первенства ПФЛ зоны Урал-Приволжья. В очередном выездном туре подопечный Игорь Менчикова одолеет Толятинскую «Ладу-2-1». Голы на счету Павла Шадрина и Аркадия Симонова. 13 мая дома ижевчане примут клуб «Челябинск». Встреча пройдет на стадионе «Купол» в 15 часов. Тем временем в столице Удмуртии определили победители Республиканской баскетбольной лиги среди женских команд. Скажем сразу, интриги не получилось. То есть опыт снова праздновал победу над молодостью. Татьяна Мальцева продолжит тему. Медики против студента КУДГУ в составе представителей ИГМА Елена Демидова за плечами, которая семь сезонов в большом баскетболе. Она была лидером команды мастеров из ИПУ-университета, которую тогда возглавлял Юрий Карандашов. Сейчас этот наставник тренирует уже подрастающее поколение, которое пока не может конкурировать на равных со старшими коллегами. Все впереди, все поправимо. Тренировки, тренировки, все будет в порядке. Я думаю, должны. То есть должна молодость победить все-таки опыт, потому что они должны перебегать нас, я так думаю. Пока, к сожалению, у них почему-то физическая форма не очень. Но дело не только в физической форме. Елена видит и еще одну причину. Молодые баскетболистки боятся жестко играть против ветеранов. Спортивной наглости бы им побольше, признается Демидова. У них все-таки какой-то есть страх, видимо, уважение к нам. Потому что молодежь, она именно в 2002-2002 год, у них прямо боятся нас затронуть и все это такое. Хотя вот надо быть немножко понаглее, наверное. Их молодые соперницы подтверждают, пока им действительно сложно играть с опытными спортсменками. Больше психологически. Мы как-то, возможно, даже в чем-то боимся, как старшие женщины. Вот, может быть, понаглее-то будете и будут победы. Да, возможно, Саша с Таней будем наглее. В финальном поединке РБЛ, тем не менее, просто медикам отнюдь не было. Бой студентки дали, а сами получили очередной хороший мастер-класс. В итоге ИГМА первые, студентки УДГУ вторые. Бронза досталась второй команде Удмуртского госуниверситета. А в Волжске завершился всероссийский турнир класса Б по боксу, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Победителями соревнований стали Эдуард Иванов и Аганес Чан. Аганес выполнил на этом старте также норматив кандидата в мастера спорта, с чем мы его и поздравляем. Это была последняя информация выпуска. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова